Доброе, позитивное утро. Вместе с нами можно начинать. Сегодня в эфире Дмитрий Соловьянов и Анна Шамбадал. Напомним тему нашего сегодняшнего эфира – очумелые ручки. Если вдруг вы давно что-то не делали руками, то вспомните сегодня. Может быть, что-то нужно починить дома. Слушай, наверное, Ань, следующий гость расскажет о полезной вещи для детей. Да. Ребята благодаря устройству изучают географию строения Земли, да и фигуры. Речь идет об интерактивной песочнице. Как работает эта система, поговорим с гостем. У нас сегодня в студии Илона Васнева, руководитель методического отдела детских инноваций, практикующий и детский психолог. Доброе утро, Илона. Илона, доброе утро. Ну, рассказывайте, что это за разработка, есть ли аналоги вообще в России. По-моему, удивительная вещь. И вообще, когда это видишь, уже хочется что-то сделать. Да, конечно, потрогать здесь уже все можно. Это интерактивная песочница. Основная задача здесь в том, что мы, изменяя уровень высоты глубины песка, изменяем здесь полностью рельеф. Мы можем создавать горы, реки, моря. Я могу руку туда погрузить свою скромную? У нас это является также трансформером. Это не только интерактивная песочница, но также еще и закрывается специальной панелью и является интерактивным столом. То есть такой некий продукт два в одном. Аналогов такого продукта в мире нет. Интерактивная песочница уже как-то появляется, но у них опять-таки разные образовательные задачи, разный контент. А вот чтобы это было такое два в одном, это мы одни. То есть это прям ваша задумка? Это наша задумка, это наша запатентованная технология. И вы такие очумелые, у вас такие очумелые ручки. И не только ручки, мне кажется, даже мозги в том числе. Скажите, пожалуйста, чему могут научиться дети вот в такой песочнице? Ну, во-первых, в эффекте такого, скажем, полного погружения дети могут изучать вообще, как устроена наша земля. Они могут изучать здесь рельеф, могут изучать различный ландшафт, окружающий мир здесь могут изучать, какие животные бывают, какие растения бывают. Также у нас есть различные другие режимы. У нас их здесь 18. А можно я нажму этот сенсор? Нет, здесь не сенсор, здесь управляю я, чтобы дети не перебивали инициативу педагога. Вот точно, согласен. Можем подводный мир изучать здесь. Мне кажется, детям реально хочется полностью окунуться в этот песок. Я сейчас, знаете, вот когда вы рыбок включили, я себя вот словила на мысли, что я хочу домой такой. А вообще возможно или нет дома такой поставить? Конечно, это возможно. Почему бы нет? Просто, в принципе, стоимость такого продукта, конечно, не самая дешевая в силу того, что здесь идет проектор, компьютер, специальный датчик. В принципе, в Московской области есть частные лица, кто покупает домой для детей. Какую-нибудь такую вот цифру назовите нам, чтобы сильно люди не перепугались сейчас с кружечкой кофе, но все-таки в каких рамках стоимость? Скажем так, от 183 тысяч. Но вместе с компьютером, с проектором, с датчиком, два программных обеспечения. Ну, небольшой кредит и песок у тебя дома, собственно, да, все хорошо. Песок это вообще хорошо, кстати говоря. А в садиках, скажите, уже есть или нет пробы, чтобы в садиках поставили песочную систему? Конечно. Во-первых, в принципе, апробация этого продукта прошла в нашем Челябинском детском саду. Я лично это все апробировала, исследовала. Сейчас у нас уже более полутора тысяч детских садов являются нашими пользователями. Также являются частные центры, медицинские центры и начальность школы. То есть у нас уже около двух тысяч песочниц гастролируют по стране, и не только в стране, уже есть в Японии и в Польше. А есть какое-то ограничение, например, детям там с трех лет, ну, вот те дети, которые песок уже прот, например, да, не хотят? Ну, вы знаете, мы позиционируем продукт именно как с трех лет, но на самом деле я, как практикующий психолог, начала использовать уже с полутора лет, или это с двух лет с малышами. В принципе, если это делать в индивидуальном формате, или, ну, два буквально ребенка максимум, то, конечно, никаких ограничений, если им грамотно объяснять, как здесь играть. А вот такой вопрос, на изготовление одного такого сооружения сколько времени требуется, вот мне интересно? Ну, в принципе, у нас все это уже так поставлено, скажем, на производство, но чтобы это все высохло, обработано было, ну, около недели. Илона, вот вы сказали, что вы как психолог практикуете в разном возрасте употребление вот этого, использование этого песка. Расскажите, что развивает у детей и в возрасте полутора годовалом, ну, и также вот дальше градации. У детей, как у меня, например. Ну, во-первых, здесь идет речевое развитие, потому что мы в ходе наблюдения активизируем речь ребенка и просим показать, что здесь происходит, какие изменения ты видишь, какого цвета там те же самые рыбки плавают. Во-вторых, здесь идет вообще полностью все психическое развитие, потому что здесь можно построить игры на внимание, они здесь даже есть, на формирование математических представлений. А также специально сейчас у нас есть режим, очень много используют не только для детей с нормой, но и для детей с различными нарушениями здоровья. У нас здесь есть специальный режим для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе нарушения зрения. Там совершенно другая цветовая контрастность. Мне кажется, это еще и здорово успокаивает. Вот это вот действительно очумелые ручки. Даже если вы просто, в принципе, здесь в песке начинаете что-то делать, вы тоже становитесь сразу очумелым мастером. Ну, и как, да, и как поется в песне, я готов целовать песок, который Илона мне приносила. Спасибо вам огромное за это утро, за то, что вы обрадовали Диму, он теперь будет о вас помнить долго. Напомним, что у нас сегодня в студии была Илона Васнева, руководитель методического отдела детских инноваций, практикующий детский психолог. Дети отлично мастерят руками всякие поделки, а еще, как выяснилось, умело ремонтируют свои старые игрушки. Как они сейчас, как они это делают, сейчас сами и расскажут, смотрим.